Здравствуйте! В эфире информационная программа «День города». С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» подготовили для вас последние новости нашего региона в этом выпуске. Преображение центра Рязани, ремонт на Лыбецком бульваре и запуск фонтана около цирка. Бег продлевает жизнь. О том, как 5000 спортсменов и любителей бега провели выходные на забеге кросс-наций. Парковка машин под запрещающими дорожными знаками. Нарушение или необходимость? В течение нескольких лет одно из центральных мест города, предназначенное для отдыха, находилось в заброшенном состоянии. Речь идет о Лыбецком бульваре. В эти дни работа на площадке напротив центрального рынка кипит. Уже заасфальтированной главной аллеей бульвара появились пешеходные дорожки. Одним из центральных преображений стала круглая площадка, выложенная разноцветной плиткой. Планируется, что на ней позднее будет установлена большая новогодняя елка. Новые дорожки, площадки, аллеи появляются в центре Рязани. Горожане теперь чаще всего выкладывают фотографии в интернет с улицы Горького. Здесь отреставрированы скульптуры зодчевые женщины-птицы, вновь установленные на Лыбецком бульваре. Скульптуры привели в порядок и поставили возле недавно построенной гостиницы. Обновленные персонажи уже полюбились рязанцам. С ними с удовольствием фотографируются горожане и гости города. Кстати, скульптуры были созданы к 900-летию Рязани. Что же касается самого бульвара, то на нем работы по благоустройству идут полным ходом. Здесь высажена новая кленовая аллея, убраны портившие вид кривые деревья, разравниваются газоны, строятся пешеходные лестницы и спуски для колясок. Безусловно, будут приняты все мероприятия по прекращению въезда на Лыбецкий бульвар. Будут перекрыты два въезда как со стороны улицы Право-Лыбецкая, так и со стороны улицы Лево-Лыбецкая. В эти выходные значимое для города событие произошло также на Лыбецком бульваре. После более 15 лет простоя заработал фонтан напротив цирка. После ремонта в фонтане работают 23 форсунки, подающие под разным напором струи воды высотой от 3 до 5 метров. Каждая из них оснащена подсветкой. Уже в эти выходные горожане с удовольствием фотографировали украшения города. Ведь проработает он всего несколько дней, после чего его укроют на зиму до следующего сезона. Кроме восстановления фонтана, в гранитном исполнении будет парапет сделан, а также будет уложена тротуарная плитка. Что касается второй части, там где у нас фонтан Лоси, мы планируем проводить благоустройство в 2017 году. Кстати, всего на всем Лыбецком бульваре город планирует установить 4 фонтана. Два со стороны цирка и еще два со стороны улицы Горького. Также здесь будет проходить городская велосипедная дорожка. Всего она составит 4,5 километра и пройдет от городского парка культуры и отдыха до леса парка. Машины, припаркованные на проезжей части города, являются серьезной проблемой для автолюбителей, пешеходов и сотрудников ГИБДД. Без того неширокие улицы в будни становятся еще менее проходимыми. Машины стоят везде, даже на тех дорогах, где остановка запрещена правилами дорожного движения. Это становится причиной пробок, портится и внешний облик города. Куда же поставить свой автомобиль, чтобы не нарушить правила и успеть на работу, этим вопросом каждый день задаются многие рязанцы. В проблеме парковки автомобиля разбиралась Марина Комиссарова. Городские власти совместно с ГИБДД постоянно борются с хаотичной парковкой в центре города. Но даже запрещающие знаки не мешают автолюбителям оставлять автомобили на улицах Горького, на улице Свободы. Тем самым не только нарушать правила дорожного движения, но и мешать проезду других автомобилей. Автомобили даже в относительно спокойное для городской дорожной сети время движутся медленно, аккуратно. Потому что припаркованные вдоль тротуаров транспортные средства становятся причиной значительного сужения дорожного полотна. В час пик улица Свободы, улица Горького и вовсе останавливаются. При этом автолюбители, оставляя транспорт на дороге, не обращают внимания ни на знак «остановка запрещена», ни на знак, регламентирующий остановку по четным нечетным числам. Скажем, сегодня 26 сентября, но мы видим припаркованные автомобили под знаком, разрешающим здесь стоять только по нечетным числам. Паркую машину, где придется. Иногда даже попадало под гаишников, что мы из поликлиники выходим с детской, а нас почти эвакуируют. Где паркуетесь и как относитесь к тем, кто паркует под запрещающими знаками? Очень негативно. Паркуйтесь, как положено, по правилам. Запрещающие знаки люди все равно останавливаются. Ты тоже наверняка так делаешь, но у людей нет выхода просто. Получается, что так? Да, так и получается. Все неудобно, все ужасно. Это не для нашего города еще такая тема. Не доросли. Все понятно. Будем нарушать дальше? Да, да, так и есть. Ну и платить штраф. Одним из методов решения проблемы парковок является вот такое устройство паркомат. Вы можете оплатить парковочное место и не бояться, что ваш автомобиль будет эвакуирован. Действительно, паркоматы появились в городе и функционируют уже около месяца. Они должны немного облегчить, как груз проблем автомобилистов, которым при оплате парковочного места не нужно судорожно искать, где оставить машину. Так и разгрузить движение по центру, освободив улицы от хаотично наставленных машин. Как на самом деле паркоматы справляются со своей задачей, мы решили узнать у автолюбителей. Вы часто паркоматом пользуетесь? Не в первый раз. Решит ли это проблему хаотичной парковки в центре? Да я как-то не знаю. Я в город не выезжаю часто. А если бы не было этого паркомата, где бы парковались? Где место свободное унесло. Во всем мире все это сделано, и все работает, и все хорошо. Я бы не против была даже платных парковок. То есть вот мы сейчас припарковались на место для инвалидов, потому что встать больше некуда. Но у нас безвыходная ситуация, потому что нам нужно идти на прием к врачу. Парковка ужасная, не работает паркомат очень часто. Приложение, которое сделано, тоже неудобное, потому что деньги списываются не с карточки, а с телефонного счета. Если там минус, у всех там минус, там минус две тысячи, минус три, деньги не списываются. Очень часто зависает, подъезжаешь, там оно крутится, крутится, в общем, стоит, стоит, с тем временем время проходит. Ходит парень, все щелкает, и ты думаешь о том, что все, мой штраф. Вот, так однажды просрочил на пять минут, из-за того, что паркомат был занят. Меня сфоткали, я им звоню, говорю, ребята, так вот просрочил, собственно говоря, что делать? Мы ничего не знаем, звоните туда-то, звоню туда-то, в управление парковками, там тоже не знаю, звоните сюда. В общем, я бы сказал, какой-то бардак. Лучше бы брали на входе 100 рублей и выписывали бы квитанцию по старинке. Вот и получается, что сами автолюбители и рады бы не нарушать, парковаться в положенных местах и даже платить за парковку. Вот только тех самых положенных мест для них так и нет. Очередной банк остался без лицензии. На этот раз речь идет о военно-промышленном банке, работавшем в Рязани. Еще в начале сентября горожане обратили внимание на то, что банкоматы перестали работать нормально. На все обращения взволнованных рязанцев представители ВПБ отвечали, что речи о грядущем прекращении деятельности учреждения не идет. Однако уже сейчас Центробанк отозвал лицензию у Московского военно-промышленного банка, расположенного в Рязани. Удержаться на плаву ВПБ так и не удалось. Напомним, военно-промышленный банк занимал 93 место в топ-100 российских банков по размеру активов. По предварительной информации, ВПБ не соблюдал законодательство по противодействию отмывания доходов, в результате чего у банка отозвали лицензию на осуществление банковских операций. Временная администрация в лице агентства по страхованию вкладов приступила к обязанностям и столкнулась с затруднениями в работе, потому что руководство банка не передало право, устанавливающие документы на активы кредитной организации. Напомним, ранее было известно, что военно-промышленный банк приостановил выдачу вкладов. Позже рязанские клиенты ВПБ жаловались на сбой в работе банкоматов. Вскоре после этого рязанский филиал банка приостановил свою работу. 7 сентября клиенты банка делились друг с другом в пабликах, в соцсетях тем, что банкоматы ВПБ не выдают деньги. Аппараты других банков тоже не выдавали наличные с карт ВПБ. Деньги удалось снять только в кассе военно-промышленного банка. В Рязанском отделении ВПБ эту информацию тогда опровергли и отметили, что банк работает в штатном режиме, сообщив, что связано это с обновлением программного обеспечения. Однако уже сегодня стало известно, что ВПБ работу приостановил. Сотрудники МЧС в очередной раз провели тренировку на территории Рязани. Задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций всегда начинаются с планирования и организации действий спасателей. Поэтому взаимосвязь управляющего звена с теми, кто работает на передовой, очень важна. На этих тренировках как раз отрабатывались навыки работы органов управления территориальных подсистем по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ. В ходе тренировки спасатели отработали действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ. Основной целью мероприятия было повышение готовности органов управления силой средств, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование практических навыков руководителей и личного состава оперативных дежурных смен, межведомственных оперативных штабов и оперативных групп в оценке обстановки, сбора и передачи данных. Также были подведены итоги и откорректированы планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах ЖКХ. А под руководством начальника главного управления МЧС России Призанской области, генерал-майора внутренней службы Сергея Филиппова и заместителя начальника Московской железной дороги Александра Левина были отработаны вопросы взаимодействия с железной дорогой по погрузке аэромобильной группировки главного управления на железнодорожный транспорт. Проведена практическая постановка и крепление пожарной техники на железнодорожные платформы. Обзоры дорожно-транспортных происшествий регулярно появляются в средствах массовой информации. Довольно часто аварии случаются в выходные. Обостряется ситуация с нетрезвыми водителями за рулем, люди часто выезжают и за город. Прошедшие выходные не стали исключением. Две аварии, которые произошли накануне, привели к серьезным последствиям. Есть погибшие и пострадавшие. Первая авария произошла в пятницу 23 сентября на 236-м километре дороги федерального значения Москва-Астрахань. 64-летний житель города Тула, двигаясь на автомобиле Пежо в направлении столицы, выехал навстречу, где легковушка столкнулась с туристическим автобусом «Сетра». В результате происшествия водитель легковой машины и двое его пассажиров от полученных травм погибли на месте. Еще одна пассажирка с многочисленными травмами была госпитализирована. Водитель автобуса также был направлен в больницу. Вторая авария произошла в воскресенье 25 сентября. Вечером на улице Грибоедова в Рязани пострадали пять человек. По данным очевидцев, водитель автомобиля «Фольксваген» не уступил дорогу автомобилю «Митсубиши». В результате аварии пострадали оба водителя, а также три пассажира автомобиля «Митсубиши». Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По данным УГИБДД, за прошедший рабочий день и минувшие выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых 6 человек погибли и 27 получили травмы. Будьте бдительны на дорогах. «Кросснации» – традиционный массовый забег состоялся в Рязани в прошедшие выходные. Более 5000 участников собрались на площади Соборной, чтобы преодолеть свои дистанции. Такая массовость обусловлена и тем, что бег является самым доступным и простым физическим упражнением. При этом у человека работают все основные группы мышц, что способствует укреплению организма и стройной фигуре. Для участия в рязанских соревнованиях спортсменам требовалось лишь предоставить справку от врача о состоянии здоровья и иметь желание совершить забег. Любители спорта решили провести воскресное утро на свежем воздухе, приняв участие в забеге «Кросснации-2016». Спортивные состязания проходят ежегодно с 2004 года и проводятся в рамках Всероссийского дня бега. В этом году в забегах приняло участие свыше 5000 рязанцев всех категорий и возрастов. Это на 1000 человек больше, чем в прошлом году. Участникам предложили три дистанции пробега. Для детей 9 лет и моложе, а также для лиц с ограниченными возможностями – 1 км. Для участников до 19 и старше 20 лет – 3 км, а также ВИП-пробег на 1 км. Старт был дан в 12.00 на Соборной площади, из-за чего на некоторое время было перекрыто движение транспорта. Участники совершили забег по центральным улицам Рязани. «Конечно, забег сложился удачно для меня, но не так уж легко. Все-таки ребята сильные, пусть они такого же возраста, Максим Кузнецов, Илья Кузнецов. То есть с этими ребятами на протяжении долгих лет мы уже бегаем, соревнуемся. Все хорошо знаем друг друга. В простой жизни мы просто друзья, на дорожке мы соперники. То есть не скажу, что легко, мы боролись до последних метров, но свожилось так, как свожилось». «Первый краснадцатый мне, конечно, не удался, была очень маленькая, но заняла я там четвертое место. Потом первые места». На дистанции 1 км у мальчиков 9 лет и моложе победил Егор Антонников. Среди девочек того же возраста первое место заняла Мария Кузнецова. В забеге на 1 км для лиц с ограниченными возможностями здоровья среди юношей первое место занял Алексей Филин. Из девушек быстрее всех казалась Ангелина Митюнина. Подробнее о других победителях можно узнать в интернете. Всех тех, кто в день забега занял призовые места, наградили медалями, кубками и ценными подарками. На данный момент это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Много другой интересной информации вы можете получить на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь и желаю вам отличного настроения. До свидания. Музыка 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 Музыка